Поездка к родственникам Севастополь обернулась неудачей для жителя Херсонской области. Гражданин Украины пытался проникнуть на территорию Крыма по поддельному паспорту. Как делится задержанный, документ заказал в интернете за 3000 гривен. На указанный адрес электронной почты выслал личные данные и фотографии. Ответ пришел уже через 4 дня в виде готового документа. К слову, это был дубликат, оригинал стоит дороже. Как делится уроженец Херсонской области, в украинском сегменте интернета можно приобрести практически все. Там можно купить баллоны на патроны, паспорта, права. Это связано только с какими-то частными фирмами, либо можно обратиться к государственным структурам? Нет, частные. Только частные? Ну, понятно. Я не знаю, с кем они там сотрудничают, но в интернете можно все. В принципе, трудного ничего нет. Вообще-то. Надеялся на удачу и везение, делится задержанный. К слову, при прохождении украинского пункта контроля все прошло гладко. Пограничники выпустили мужчину из страны, а вот на российской границе появились вопросы. Специалисты управления ФСБ установили, что в документе переклеена фотокарточка владельца, а реквизиты изменены. Теперь уроженцу Херсонской области грозит тюремное заключение. В настоящее время сотрудниками пограничного управления в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконное пересечение государственной границы нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы. В пограничном управлении ФСБ России по республике Крым напоминают, незаконное пересечение государственной границы является тяжким преступлением. Нарушители будут наказаны по всей строгости закона. Егор Зайцев, Служба новостей и ТВ.